Виновные в гибели 48 человек 2 мая 2014 года должны быть наказаны, убежден народный депутат Сергей Кивалов. Он намерен и впредь добиваться справедливого расследования всех обстоятельств майской трагедии и на всеукраинском, и на международном уровне. Пообщались с парламентарием корреспонденты репортера. Сегодня в Свято-Илинском монастыре прихожане молились об упокоении душ погибших в трагедии. Божественную литургию совершил митрополит Одесский и измаильский Агафангел. В храме собрались родственники и друзья погибших, народные депутаты Украины, среди которых был Сергей Кивалов. Отметим, что сразу же после трагических событий парламентарий, будучи председателем Комитета по вопросам верховенства права и правосудия, зарегистрировал проект постановления Верховной Рады о признании Украины юрисдикцией Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности, которые привели к особо тяжким последствиям 2 мая 2014 года. Весь мир осуждает, но наши правоохранительные органы бездействуют. Меняются генеральные прокуроры, меняются руководители правоохранительных органов. Насоздавали разные специальные службы и НАБУ, и НАЗК. А расследование такого тяжкого преступления, которое было совершено 2 мая 2014 года, так никто и не преступил. Являясь на тот момент представителем Украины в ПАСЭИ, членом Комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека, народный избранник поднимал этот вопрос перед европейскими коллегами. Прошу вас, уважаемые члены Ассамблеи, во-первых, осудить публичную казнь граждан и провокации в Одессе 2 мая 2014 года, а также последующие акты насилия против мирных жителей Украины. Во-вторых, призвать Украину признать в юрисдикцию Международного уголовного суда отход и просить прокуратуру Международного уголовного суда независимо расследовать одесскую трагедию и другие преступления против человечества в Украине. Думаю, что сегодня украинское общество может успокоить только вердикт ГАДСКОГО суда, трибунала. В-третьих, прошу указать на недопустимость использования Украины и иностранными государствами средств массовой информации для разжигания гражданской розни и вооруженного конфликта в Украине. Привлечь мониторинговый комитет ПАСЭ к выявлению людей, ведущих информационную войну против народа Украины, пропагандирующие вражду, нетерпимость. Все десанты, все люди в Украине будут благодарны Совету Европы, если при помощи Международного уголовного суда удастся расследовать одесскую трагедию и наказать виновных. Спасибо. При встрече с председателем Международного уголовного суда в ГААГе Соном Санхеном Сергей Кивалов обсуждал необходимость расследования трагической гибели людей 2 мая. Я лично встречался с председателем Международного уголовного суда, рассказал ему о той трагедии, которая совершилась, завез ему ряд документов, которые необходимы для открытия производства, но не открыли производство в Международном уголовном суде, потому что Украина не присоединилась к Римскому статуту. И действия Международного уголовного суда на те преступления, которые совершаются непосредственно в Украине, они не распространяются. Народный депутат Украины уверен, что с помощью международных экспертов и широкой общественности удастся продолжать всестороннее расследование трагических событий 2 мая и добиться наказания для преступников, чьи бесчеловечные действия не имеют срока давности. Нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы сегодня сделать все, для того, чтобы эти преступники наконец-то сели на скамью подсудимых. И судить их должен Международный уголовный суд. Я считаю, что это самая главная задача, которая стоит сегодня перед депутатским корпусом, перед президентом, перед всеми правоохранительными органами. Раскрыть преступления трагедии 2 мая. И я думаю, что мы все-таки это сделаем. Священнослужители, в свою очередь, сегодня проводят панихиды. В этом году годовщина 2 мая пришлась на светлую неделю. Но в качестве исключения духовенство Православной Церкви проводит службу в память о погибших. В сегодняшний день вот эта пасхальная радость, торжество, свет, они растворены и скорбью, они растворены и вот этим скорбным воспоминанием этой трагедии. Наше сердце не может удержаться от воспоминания этих трагических событий. И именно поэтому сегодняшняя праздничная литургия, она также включает в себя элементы из-за упокойной молитвы.